У нас сегодня будет рассматриваться заявление, заявление, которым мы обращаемся прежде всего к участникам совещания так называемого постоянного урегулирования в Приднестровье. Там же есть один из участников, который называется ОБСЕ. А сейчас как раз проходит, если вы знаете и помните, в эти дни Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске, где участвовали наши делегации. Чем вызван смысл этого заявления и почему он нужен именно сегодня? Дело в том, что Приднестровье – это такая земля, где находится почти 200 тысяч наших соотечественников. Я даже называю его иногда «государство соотечественников», хотя оно и не признано. У нас с вами коснулась проблема санкций там три с небольшим года назад. А это государство находится, и эти соотечественники наши в том числе, находятся под таким санкцием уже 25 лет. Вот 25 лет существует эта территория, 25 лет там не льется кровь благодаря миротворческой миссии, которая там существует. Однако в последнее время были предприняты некоторые меры со стороны Украины, которая является гарантом, как и мы с вами, Российская Федерация, выполнение тех соглашений миротворческих и, соответственно, функционирование этого постоянного совещания и миротворческой миссии. Вместо того, чтобы быть гарантом, они решили ввести посты со стороны Украины вместе с молдаванами, с нынешними властями Молдовы, ввести такие посты, которые бы пропускали туда грузы, в том числе и продовольственные. Такая Приднестровье – это такая страна, которая существует между Украиной и Молдовой. У нас нет границ с Приднестровьем. Так вот, вместо того, чтобы осуществлять вот такие функции гаранта, Украина сегодня с этой стороны закрывает, Молдова с той стороны закрывает, а Украина с этой стороны. Дошло до смешного. Руководитель нашей объединенной группировки вооруженной, который поддерживает там эти функции, не может выехать на свадьбу своей дочери. И он эту свадьбу смотрел по скайпу. Последняя еще капля, которая тоже послужила основанием для этого заявления, которое мы сегодня должны принять, это высылка пяти наших военных дипломатов, которые являются членами вот этой объединенной контрольной комиссии. И вот сегодня мы находимся перед таким фактически существенным моментом, который осуществляется на Украине в отношении Донбасса. То же самое я бы хотел провести прямую аналогию делать сегодня в отношении Приднестровья, с стороны Украины. Это делается по причинам, в том числе и внутриполитического характера на Украине, где бы не хотелось осуществить такую конфедерацию или федерацию, которая предлагается Минскими соглашениями номер два, а фактически могло бы быть осуществлено на территории Молдовы, особенно с приходом нового президента Игоря Датоновна, который говорит о том, что он готов решать эту проблему именно на условиях глубокой федерации. Мы видим сегодня, что Украине и нынешним властям в Молдавии, вот если бы так я... Когда я говорю о властях Молдовы, я, конечно же, имею в виду, что реальная власть сегодня находится у правительства Молдовы, которые Дадон, конечно, не контролирует. И вот такая конфигурация, которая сегодня сложилась в Приднестровье, она нас не может никак устраивать, и именно на этом вызвано наше сегодняшнее заявление. Это заявление, я надеюсь, будет принято и поддержано всеми фракциями. Мы еще успеваем обратиться к парламентской ассамблее ОБСЕ, и в то же время требуем от Молдовы и от Украины выполнение всех тех условий существования миротворческой миссии, условия пропуска продовольственной грозы, иной грозы. Иначе это превратится в очаг, который может взорвать всю ситуацию. Не только сегодня на Украине будет полыхать, на юго-востоке, но и, к сожалению, возможно, начнет полыхать и на другой границе, южной границе Украины, и мы с этим смириться, но никак не можем. Не только потому, что там существует сегодня мир, благодаря в том числе нашим усилиям 25-летним, но и потому, что теперь уже за это время там находятся 200 тысяч наших соотечественных. Кстати говоря, там и 100 тысяч украинцев живут. И это, правда, не останавливает украинские власти от того, чтобы не пропускать туда продовольственные грузы. История взаимоотношений в этой Республике, Приднестровской Народной Республики, она, конечно, глубокая. Она далеко зашла уже в историю за эти четверть века, но при этом политическими методами она не разрешена сегодня, а в то же время оперативно на эту ситуацию, своим заявлением мы хотели бы повлиять и облегчить участь проживающих на этой территории. Вот, собственно говоря, то заявление, которое будет обсуждаться, и о нем я хотел бы сказать особо.